Пчеловод Я пчеловод Ну уже, скажем так, с 30-летним стажем С 85-го года Архипенко Александр Борисович Пчеловодию Начиная Пасека Кочевая То есть не на одном месте двигаемся А вы сами откуда? Сами Ростовский и Оксайский район Наши степные травы представлены? Да, да, да Не, ну тут не только лесные, тут и горные есть, и степные Ну специально выезжаете, чтобы... Мы специально вывозим пчел на цветущий медоносец Зацвела белая акация, мы выехали на белую акацию Это вот Краснодарский край, Ростовская область Несколько раз переезжаем Потом едем к Черному морю на каштан Горный каштан, когда зацветает Гречиха у нас, это же Орловская область То есть расстояние между медами очень большое Ну от этого меда до этого тысяча километров И вот так вот так же ищем Разведка всегда наша ездит Ищем где-то что цветет Договариваемся с хозяевами Сейчас везде хозяева И подвозим пчел Хозяева полей, смысл Хозяева, да, земли, да А скажите, пожалуйста, вот А какие целебные свойства в том или ином меде? У вас один плом не был, как тебе? Вы о них немножко... Я считаю так, что употребление любого меда Который нравится конкретно вашему языку Принесет вам только пользу Ну а так мед подразделяется, ну скажем, на несколько там подгрупп Чисто условно Есть меда, которые очень долго не кристаллизуются Такие как вот белая акация, горный каштан Они в жидком виде долго Белую акацию даже врачи уже признают Что можно даже при диабете Она не повышает сахар Можно детям, не вызывает аллергию Ну, гречиха известна своим богатым содержанием железа При анемии Да, то есть, да Мед с прополюсом Это, скажем, простудные заболевания Мед с прополюсом горнолипа Это простудные все дела Молоча это железо, йод Железо, йод? Да, вообще, молоча, не мед Ну, его не столько много, да Расторопша печень И спорцет этот, скажем, по-мужским Если мужчина принимает, он еще у нас с маточным молочком Мужские проблемы, женщина принимает это, женские проблемы Вот, как бы вот это, если коротко А так, конечно, я не могу по-научному рассказать Я не врать, я просто пчеловод Чтобы человек понимал Да, самый хороший мед, я считаю, подсолнух Он незаслуженно обижен тем, что он дешевый Люди считают, что дешевый не может быть хорошего Он вкусный, недорогой Ну и как любой мед При регулярном употреблении он только пользу приносит Мед не действует уже на какой-то один орган Он помогает, в общем, организму справляться с заболеваниями Что еще расскажете? Ну что, это необычный случай Вот кто-то лечился медом При каком заболевании помогло Или вообще-то Вот мед с прополюсом хорошо помогает Простудные заболевания Очень хорошо И ну как бы сказать, кто лечился И мы лечимся сами А вот такая пропорция меда Такая прополиса Вообще-то он трудно соединит Или легко соединяется Прополис я делаю 15-процентовый Потому что есть как бы границы До 20% прополиса Вовнутрь можно Свыше 20% это уже только наружное применение Это серьезная вещь прополис Поэтому как бы тут не надо В мед прополис разводится на спирте Наставится Через две недели это готовый раствор Потом его вмешиваешь в мед Оставляешь открытым емкость Спирт как улетучивается Спирт улетучивается Остается да Можно попробовать в принципе На языке никто не ощущает вкус спирта Ощущает вкус прополиса Вот очень редкий мед есть Мед диких пчел В этом году получилось Это надо найти Улик диких пчел Зачем? Ну я ставлю в лесу Ну как они сейчас Раньше это колоды были А сейчас это по-современному Ловушки для Раизы улетают у всех Дичая Вот я для них как бы домик ставлю Осенью приехал Обнаружил немножечко Медку как бы Вот так вот А чем вот он отличается? Тем, что они собирают Ну это получается мед Деревья Да, да, да Это лесное все разнотравие Все лесное разнотравие Да, да Потому что раи в основном Вылетают там Ну май, ну июнь И в том числе наверное И деревья Да, да В лесу Да, там же липа есть Липа и всякие эти Маточное молочко у нас Вот живое есть Очень хорошая вещь Очень хорошая Живое, натуральное Не обработано Ну если сохранять его в минусе В заморозке Оно в заморозке Оно в заморозке, да А вот как раз видите ледок Конечно, конечно Ну чтобы оно не испортилось Конечно Сколько это кашь будет? 800 Ну да, потому что это продукт И собрать маточки на молочко Это очень тяжело Очень тяжело И надо огромное количество Да, у нас просто Бригада большая Мы отдельную пасеку Мед не качаем Маточкиного молочка Сразу ощущается Потому что я пробовал Сухое там опилак Что такое Ну там Субримировано Ничего не ощущаю Там 8% всего А это натурально Да И жена Я сразу почувствую О, блясс Еще на стойке Хорошая вещь Что-то такое за на стойке? Ну настойка подмора А, подмора? Вот настойка пчелиного подмора есть Кто-нибудь ее использовал? Да, мой Мы сами ее, во-первых, пользуемся Во-вторых, сколько у нас уже клиентов Которые только спасибо говорят Потому что она помогает действительно Отчего помогло? Вот вам Что вы почувствуете? Да Оно очищает хорошо, во-первых, кровеносную систему Во-вторых, мужчинам свыше 40 Еще деды рекомендовали Всем мужским проблемам Помогает отодвинуть этот, скажем Эти проблемы Как делается подмор? Пчелы, которые умерли Или их вот кипятком заманят? Нет, нет, нет Подмор Как это правильно? Что такое правильный подмор? Правильный подмор Вот смотрите Правильный подмор Правильный подмор Собирается только летом Не после зимы После зимы нельзя Почему собирать? Потому что пчелки во время зимовки Я извиняюсь В туалет не выходят Они все держат в себе Они ищут, когда теплое окошко Температура Чтобы вылететь И там испражнится Если уже она просто Не получилось вылететь Она умирает, я извиняюсь И все внутри у ней То есть вы берете этот подмор С внутренностями набитыми Как экспериментами Да, это, скажем, не то Поэтому я собираю подмор Только летом Когда и весной нельзя Потому что в наше время Сейчас хочешь, не хочешь Пчел весной мы лечим То есть там лекарства есть Хотя стараемся Более-менее там Биологически Ну, все равно химия есть Пчележь это все равно остается Поэтому я, например, собираю подмор Только летом Особенно во время качки Во время качки Пчел придавили, задавили Там много погибает пчел Подмор собирается летом Чтобы он был чистый И качественный Высушивается Вот он, пожалуйста На вид какой Сухой Чистенький Вот тогда с него получается Очень хорошая Лечебная настоечка Значит, настоечка на чем делается? На воде, на спирте На спирте 75-ти градусный спирт И тогда все это работает Можно на крепком самогоне Ну, на спиртосодержащей жидкости Которую, вы знаете, что она качественная Две недели настаивается Получается цвет коньяка Что бы вы еще порекомендовали Своим Своим Сейчас Которые сейчас как раз Сейчас вот в это время Я всем рекомендовал бы Кушать мед с прополисом Вот мед с прополисом Сейчас как раз осень Вот это, да, период Я его так называю по-простому Чихающий кашлящий Вот утром Перед выходом на улицу Ложечку меда едите Прополис обладает такими свойствами Которые как бы отталкивают Все микробы Антибактериальные свойства Поэтому А так всем я советую Кушать мед Любой мед, который им нравится Каждый день регулярно Еще один великий человек Очень давно Авиценой его звали, сказал Ежедневное употребление меда Это лекарство Один раз в неделю Это сладость Ну, по-моему, лучше сказать нельзя Спасибо большое Пожалуйста Спасибо